Всем привет! Это канал Agents Affect. Да вы, в общем-то, и сами в курсе, вы же сами нажали на ссылку. А у нас, тем не менее, еще один турнир. Полторы тысячи очков, мини-командничек на три человека в клубе Спасатель. И мы начинаем. Кто был в нашей команде? В нашей команде присутствовал Илья Валентинович с Даркальдарами, само собой. С нами был Сергей с Адептус Механикус и Гриня с чистыми бладами, с новенькими, хорошенькими, клевенькими бладами, которые могли жрать все. В общем-то, Гриня был нашим ферзем в этом турнире. И первая наша игра. Против нас команда довольно страшная, потому что она состоит из светлых Ильдар с примесью темных Ильдар. Потом были Мехи, очень стрелючие, и Тау. Ну, Тау вообще без комментариев, особенно для меня. Нам удалось распариться очень грамотно. Я был капитаном, я определял паринги. Бладов я на самую Тау увел. И отлично, они справятся. Мехов я стравил с другими мехами, потому что мне на этих мехов вообще никак. У них все ПВО, а у меня все летающее. Хельверины, Икарусы, Плазма Трактора тоже неприятно. И мне достались Эльдары, темные Эльдары. Тоже не самый приятный паринг, но делать нечего. Остальные паринги еще хуже. Про Тау я вообще молчу. Ну что ж, поиграем? Давайте-ка. Миссия? Про миссию поговорим. У нас стандартная ЕТЦ-расписочка по миссиям. То есть мы скидываем пол колоды, набираем себе 18 карточек, которые мы можем выполнить. И дальше в пределах игры вытягиваем 5 карточек на руки. Из этих рук 3 вводим в игру, 1 закрытая. Начиная со второго хода. Это тот игрок, у которого больше виктори-пойнтов, все карточки тянет в открытую. А игрок, у которого меньше виктори-пойнтов, все карточки тянет в закрытую. Что мы во время игры напрочь забыли и просто тянули как тянули. Одна карточка открытая, а в закрытой две открытых. Вот как-то так. Хотя надо было играть лучше. А расстановочки у нас короткие стороны домиком. И погнали! Сегодня против нас Михаил. Привет! Привет! И... ну не лезь ты-то. Что у нас здесь? У нас Дарк Ильдары и Светлые Ильдары. Дарк Ильдары по Лысому Черепу. У нас два Венома. Раз, два. Два Рейдера. Раз, два. Внутри сидит по 5 кабалитов с бластером, по 8 кабалитов с бластером. У нас Варлорд Архонт с Джин Блэйдом. И второй Архонт с Дизы... Блин, что ли как? С Агонайзером. Вот. И даже была с пистолетом, кстати. Есть бомбер. И Сперхед Детачмент по кастомному миру. Кастомный мир дает игнор ковра, как у Лысого Черепа. И вся техника лечится на одну вунду. У нас Химлок. Знает заклинание, которое заставляет стрелять модель только в ближайшую. У нас тут какие-то рейдеры. У нас... Рейдеры? Рейнджеры. Шесть вибропушек. Найтспиннер и Аутарх. Ну вот мы ходим теперь. У нас стол супер открытый. Я теперь расставляюсь. То есть, точечки у нас здесь две. Там у него две. И... Вот. Номер один и три. И пятая и шестая у нас в нейтральной зоне. Расстановка по домикам. Сейчас я поставлюсь. Вот мы поставились. Здесь у нас отжимаются рамвагеры с Архонтом. Пять кабалитов, пять кабалитов, пять кабалитов. Два самолета немножечко отжимаются. И на кончике острия у нас Уриен Ракар, Дрозар, Дваталоса и Кронос. А гротески... Девять гротесков ушло в Дипстрайк. Ну и мы пробуем перехватить инициативу. Нет. Ходи. Ну и сейчас самое-самое время рассказать про армию. Чё-то как неуютно. Ну вот теперь как канал о Вархаммере. Поговорим про армию. Что я взял на полторы тысячи очков? Я взял батальон по Чёрному Сердцу с двумя рамвагерами и двумя самолётиками. Ну отдельно мой рамвинг детачмента, к сожалению, не влезло. Три рамвагера тоже, к сожалению, не влезло. Однако, что влезло помимо этого? Влезло мисцо на девять гротесков. То есть я взял второй детачмент, это Спирхед по Пророкам Плоти. Возглавляет его никто иной, как Уриен Раккарт. Девять гротесков, два Талоса и один Кронос. Вот это поворот. Кроноса он взял, пришёл фановой моделью на турнир команды. Ну да, тем не менее, можно было бы, конечно, сбросить одного гротеска, ещё, может быть, докупить вместо Кроноса Талоса. Но Кроноса люди особо не знают. Танкует он точно так же, ест пули, как и обычные Талосы. Однако, раздаёт бафы. Вот, рерол единиц на ту вунд в ХТХ, для гротесков это приятно. Дальше, 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 дальше. Чем больше тушек гротесков, у меня их и так девять, а не десять. То есть, ну не влезло всё, поэтому их надо максить. Максить, максить, максить. Поэтому Кроноса не Талос. Ну вот так, варлорд у меня Дрозар. Я его делаю варлордом, потому что у него отличный трейд на реролл ту вунд. Благодаря этому трейду можно накидывать шестёрочек на ту вунд, которые вносят по четыре дамага. И я как бы готов. Прошлая моя расписка на полторы тысячи очков на прошлом турнире с орликинами показала себя отвратно. Также она показала себя очень плохо на тренировочной игре против Грини с его бладами. Поэтому я взял место, чтобы танковать, чтобы наваливать в ХТХ. Ну и что же мы видим? Против нас Ильдары. Вот, оппонент у нас выбрал, внимание, кастомный крафтворд для своих светлых Ильдар. Такой же игнор ковра, как и на лысом черепе. И регенерация пробитой техники. Вот регенерация пробитой техники это в принципе неплохо. У него техника всё, кроме аутарха и рейнджеров. Вот, однако вопрос вызывает, зачем игнор ковра? Это, конечно, в одну ногу ходит с лысым черепом, да? Но у тебя основные пушки, дружище, у них дичайший рент. Этот игнор ковра, ни холодно, ни жарко. Там всё равно всегда всё будет в инвуле, упираться в кого-то не стреляя, в меня-то тем более. Я бы взял лайток и всё, и твой ни найт спиннер, ни артиллерия, ни даже, прости господи, самолёт, вообще в них никто не будет стрелять. Ну, как бы, ну это я, это я. Не все мыслят так же, как я. Ладно, мы в говне, мы понимаем, что у нас стол открытый, что сейчас это всё будет ходить первым. Что, думаете, я инициативу перехвачу? Нет, я-то, конечно, надеюсь, но не надо быть настолько оптимистом. Надо отжиматься. Я немножечко отжался от пушечек. Но всё равно сейчас придётся затерпеть. Я поставил талосов и моих персонажей, чтобы они все... Талосы, не персонажи. Персонажи я не хочу, чтобы ели стрельбу. А вот талосы пусть кушают. Овось скушают маленько, а потом подойдут и начнут валять. Давайте по соплям. Давайте-ка посмотрим первый ход, что будет-то. Трэш и Угар и Содомия. Так, мой оппонент. Скорит шестую точку, делает Супримаси и ещё какая-то секретная миссия. Всё подлетело сюда. На талоса было что-то там сколдовано, что он стреляет. Кабалиты с бластером. Одну вонду, ещё две вонды со сплинтерок. Значит, здесь в талоса тоже летела. Оставила в одной вонде. Бомбер стрелял тоже в талоса, нанёс два дамага. И сюда ракеты убили трёх кабалитов. Дальше у нас начинка из Венома добила первого талоса. Здесь Химлок добил второго талоса. Ланца отсюда стреляла в Дрозара, не попала. Четыре пушки потребовалось, чтобы добить Дрозара. Он оказался уже не прикрытый никем. И снайпера одну вонду на него навесили. В общем, кончился. Найтспиннер в него стрелял, тоже ничего не сделал. И две оставшиеся пушки у нас стреляли в Уриэна Раккарта. Ничего ему не сделали. Вот такой мой первый ход. Ну что ж. Come on, baby. Так. Вот это сюда пролетело. Всё. Первый стрелял самолёт, заявил Химлока. На него минус один тухит навесили. Ничего не попал. Ракеты стреляли в лодку, ничего не сделали. Далее. Оба Равагера. Первый как говно отстрелялся. Второй добил лодку. Двое погибло на высадке. Дальше у нас последний стрелял самолёт ракетами. Вот сюда убил двоих. Урен Раккард коробочкой убил ещё троих. Остался последний Кабалит. Ему за два КП. Прошли мораль. А самолёт, последний дезинтегратором, один раз провундил на два дамага вот этот виномец. Вот. Кронос у нас, значит, дунул на вон ту лодку. Нанёс одну вунду. И за КП на 7 дюймов подошёл на эту точку. Итого. У меня есть секьюр второй точки. Это вот она у нас. Супримаси я сделал. Я встал на три точки. Вот здесь встал на точку. Кроносом встал. И секретная миссия. Вот такая. Ну, давайте второй ход. Терпим. Ой. Минус два Талоса. Минус Дрозар. Чуть не прилетели плюхи в Урен Раккарта. Дела мои стреляют очень плохо. Естественно, просрана стрельба с самолёта по хемлоку. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Знаете ли, вкус чупа-чупса у меня во рту начинает проявляться. Такой фантомный. Это очень напоминает одну из моих игр с некронами. Когда они просто пришли, меня расстреляли, и мне нечем было воевать. Однако, отставить эмоции нужно сейчас чётко проанализировать, что мы имеем, какова ситуация и как из неё выходить. Давайте подумаем. Так, какова у нас ситуация? Ну, что ж. Про лагеры не тронуты, самолёты не тронуты. У нас ещё есть в запасе пачка гротесков, которую можно высадить в тыл. Они у меня, кстати, в дипстрайке. Это уже нам даёт очень много. Сейчас мы выйдем гротесками, завяжем артиллерию. Ну и всё, жить можно. Какой-нибудь самолёт мы будем игнорировать, какой-нибудь самолёт стараться сбивать. Пока держимся. А главное, выполнять маяку. О май гад! Что ж творится? Бомбер пролетел сюда, сбросил бомбу, убил трёх мне кабалитов на них. Хемлок сюда пролетел, скастил смайт, убил здесь трёх кабалитов. Навесил 5 вундов на лодку. На лодку потом минус 1 тухит. Вру! На лодку минус 1 тухит. Бомбер навесил 5 вундов на неё. Этот жопошник навесил ещё 2 вунды со своих супер-пушек. Всего-то навсего. Дальше. Вот это здесь всё пролетело вперёд. Кабалиты отсюда высадились, сюда встали на точку. Здесь у нас стоял Кронос и Уриен Раккарт. Гнева двух лодок потребовалось, чтобы убить Уриена Раккарта. Отсюда вот бластеры, отсюда и отсюда стреляли, ничего не сделали. В Кроноса, в Кроноса, естественно, стреляли, ничего не сделали. Эти кабалиты и эта лодка отставили Кроноса в одной вунде. Ланца стрелял отсюда. Вровагер ничего не сделала. Бластер стрелял сюда же, в Кроноса. По-моему, парочку навесил. Четыре пушки стреляли сюда, в самолёт. Убили его. Две пушки стреляли в Кроноса. И вот они в одной вунде его и оставили. То есть они сняли примерно три дамага с него. И вот эти парнишки мне Кроноса добили. Он не взорвался. Тем временем мой оппонент сделал Кингслейер, потому что на первый ход меня Дрозара убил. И несупримаси. Вот эта жопа, кстати, у нас стреляла по самолёту. Но не пробила. Там всего два выстрела было. Он достреливал до самолёта. 48 дюймов такая тема. В общем-то и всё. Наш ход. В общем, с оппонентом мы договорились, что бомбер умирает. Просто улетает. Просто улетает. Окей. Окей. Даже, знаете, так сделаю. Вот что у нас. Вот так. И я вот так вот ставим. Вот. Чтоб всё действительно легально было. Потому что я кабалитов отсюда убрал. Здесь самолёт подлетел, убил Архонта, варлорда. Здесь Равагер убил Веном. На высадке умерло двое. Второй Равагер оставил в одной вунде здесь эту лодку. Вот этот кабалит, фантазм гранаты, смарталки добил лодку. Лодка взорвалась. Здесь одного кабалита убило. Три вунды сюда. На высадке погибло двое. Вон там обычный фантазм гранаты. Пронесло вунду сюда. Веном остался в двух вундах. А вот здесь у нас выпали гротески. Сейчас будем чарджить. Поехали. Чарджи. А, у меня между тем секьюр первый, ноу-призонерс и вот это вот всё ещё лежит. Здесь дочарджили, убили одного кабалита с двух отрядов. Не дочарджили. Я сделал ноу-призонерс на два очка. Всё. Дефенд-3 вот это сделала штука. Окей. Спокойствие и концентрация. Дают свои плоды. Живём. Что у нас произошло? Практически пол армии потребовалось для того, чтобы добить одного кроноса. Танкуют они неплохо. Мы потеряли один самолёт. Но мой уважаемый оппонент решил подарить мне свой бомбардировщик. Там вышла небольшая заминка, поскольку когда мы отмерялись на том месте, куда должен встать минимальная дистанция бомбардировщика, там стояли два кабалита, которых я убрал. Поэтому за один кп, я всё снимал в фазу стрельбы, за один кп мой ровагер после стрельбы мог подвинуться на 7 дюймов. И я поставил тот ровагер на место кабалитов. Это место, которое... Дистанция 20 дюймов, куда мог минимально встать этот бомбардировщик, и всё. Там теперь стоит мой ровагер, дальше он не пролетит, тоже там стоит мой ровагер. В другую сторону он полететь тоже не может, там меньше 20 дюймов до края стола. Поэтому бомбардировщик улетает домой. Остаётся только Хемлок, который продолжает нас кошмарить, но его мы потерпим. Вышли гротески, конечно, не дочарджили. Мне остаётся с самого первого хода дефенд первой точки, на которой стоят рейнджеры. То есть, если бы они дочарджили, они бы этот дефенд уже начали делать и сделали бы секьер этой же первой точки. Помнится, была у меня такая ситуация, когда задефендить и заскорить точку должен был Дрозар в прошлой игре против спейсмаринов. Та же самая ситуация. Хорошо себя проявили фантазм-гранатомёты. У меня оставались очки, чтобы купить в каждой отряд кабалитов по фантазму-гранатомёту. А мы знаем, что есть замечательная стратагема навесить с фантазм-гранатомёта Д3 Морталок. Что прекрасно себя показало в опрокидывании одного из рейдеров, который взорвался, убил кучу народу вокруг себя. Круто! Ну, ещё одна простая фантазм-граната первой силой провундила один из Веномов. Нормально, нормально. Отбиваемся, отбиваемся. Жить уже можно, хотя мы всё ещё на тоненького идём, на тоненького. Я бы сказал, чаша весов пока в пользу моего оппонента. Но я достойно ответил на поражение в первом ходу. Вот и следующий ход. Значит, вот эти ускакали отсюда на адвансе. Пушки просто отъехали от гротеска. Вот эта машина отъехала сюда. Виномец подбитый подлетел и расстрелял двух кабалитов. Выпало 7 ран. Я откинул 4 брони и 2 ФНП. А в смысле, 1 ФНП. Ровно 2 вунды пришло. Здесь парни вышли из КТХ, встали на точку, заскорили её. Здесь Архонт почанжил, получил 1 вунду. На ФНП принял. Нанёс 3 вунды. 3 ФНПшки, 3 шестёрки. Вот эти парни проадвантили сюда. И бластером чувак стрелял в Равагер, у меня вбитый. И ничего не... он не попал. Зато попал в него вон тот Найтспиннер. У Равагера 3 вунды. Нанесло 6 дамага. Я откинул 3 ФНП. Ровно опять. Этот не взорвался. Дальше. Хемлок вот сюда прилетел. Убил самолёт. Взорвал. Одна Морталка, одна Морталка. И сюда Кабалита, в Кабалита прилетела. Мой оппонент сделал No Prisoners на 2 очка. Заскорил вторую точку. И Скорс Дискай сделал, убил мне летающий юнит. Ну вот такие дела. Что у нас получилось? Секьёр первый и Овервелминг Фаэр Пауэр. Я Равагером пострелял в тот Веном, добил его. Почарджил с Кабалитов, задавил одного Кабалита. Здесь вот эти парни схлопотали 4 вунды. И 3 ФНП снова выкинули. Один только умер. В ответ занесли 2 вунды Архонту. Он принимал на Энвуль и жив цел Орёл. Здесь гротески дочарджили. Слава Богу. Убили 4-х. Убили одну пушку, чарджили одну пушку. И залочили всё, кроме одной. Держим точечку. Всё. Ход моего оппонента. Парнишка здесь только что убежал на ледоке шестёрочку. Выкинул. Кстати, на Эвервотче потерял одну модель. Как? Как? Кричал мой оппонент, когда мои Кабалиты связали в КТХ. И выкинули 6 ФНП подряд. Не умирая от его чёртового Агонайзера. Я сам не знаю как. Ну вот такие Кабалиты, такой Архонт и такой Агонайзер. Продолжается кровавая баня. Мы просто вбиваем друг в друга. Не знаю что. Урон, ущерб. Уничтожаем друг у друга единицы материальной культуры, собственности. Чё-то хрень какую-то говорю. Короче, убиваем друг друга без всякой пощады. Гротески. Наконец до чарджили, до пушек. Эту чёртовую артиллерию мы наконец связали. Наконец встали на свою точку номер один. Наконец её задефендели. Слава богу. Ну, задефендим следующий ход. Даже Равагер у нас принял активное участие в КТХ. Потому что надо было как-то занимать точку номер два. И что-то с этим делать. Бластера у кабалитов, у вражеских, показывают себя как типичные бластера. Почему я их никогда не беру? Потому что они никому ничего не наносят. Ты либо не попал, либо не пробил. За всю вот игру прошедшую, четыре бластера нанесли ровно один дамаг в Талоса. Остальные не пробивали и не попадали. А если что-то где-то и было, то был инвуль. 17 очков за пушку. Нормально, да? Ладно, проехали. Мы оба сделали. Я в предыдущий и мой оппонент в текущий ход No Prisoners на два очка. То есть выкинули со стола по три юнита. Ну, что ж. К сожалению, игра подходит к концу. Время у нас выходит. Остается рваться вперед. Убивать как можно больше вражеских моделей. Выполнять как можно больше карточек. Давайте посмотрим, что у нас в конце получилось. Так, здесь вот эти парни вышли из ХТХ. Здесь парнишка с бластером не попал. А с винтовочкой нанес одну вунду. Прикиньте. Здесь Архонт осатанел. На шесть дамага одного кабалита убил из бласт пистолета. И на четыре раны аганайзером последнего кабалита он прибил. Вот. Такие дела. Что выполнил? Ага. Мой оппонент засекьюрил вот здесь пятую точку. Хорошо. А остальные карточки у него провалить ледак и провалить ледак. Я тем временем задефендил первую точку. Так. Ну что у нас? Это четвертый ход. Последний. Здесь равагер подъехал. Ну, на точечку стоит. Я вытянул ассасинейт, тейк дэмэ лайф, убить инфантри карактер. Но и дефенд второй точки. Как бы. Здесь две пушки сюда в кабалитов убили только двух. Два осталось. И одна пушка сюда убила двух кабалитов. Убила двух кабалитов. Архонт пришел в КТХ и добил кабалитов. Точка наша. Здесь, соответственно, у Тарха мы убрали. Собственно, и все. То есть я сделал ассасинейт, тейк дэмэ лайф на два очка. У тебя дефенды были какие-нибудь? Вообще. Да. Ну, нет, сейчас, 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 сейчас. Ничего не было. Окей. Драка стеклянными молотками продолжается. Что я, что мой оппонент. Его солдаты с моими дерутся, как в последний раз. Каждый ход уничтожается по полармии. Аннигилируется просто. Посмотрим. Мой оппонент вытянул карточки на провал ледока. Он надеялся расстрелять моих гротесков. Таким образом, чтобы они начали кидать ледак. И я бы провалил. Потому что рядом с ними встал химлок. У него минус два к ледаку. В аурии от него. Но только одну модельку убил. В общем, ледак я там не провалил. Две карточки на смарку ушли. Его архонт доказал, что он все-таки архонт в схоте вспомогательный. И двух кабалитов-то наконец убил. Но тем не менее. Ух. Мои гротески немножечко обосрамшись. Потому что пришедшего к ним аутарха они забрать не смогли. И это сыграло очень плохо. Поскольку КП у меня уже не осталось. А гротески остались завязанными в ХТХ. И я не мог продолжить свой пуш на его артиллерию. Благо это был последний ход. И артиллерия больше уже точно не стреляла. Ко второй точке подошел мой архонт. Я бы уже собрался бы валять по соплям. Я бы ему... 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 Его архонту с органайзерами. Но пришлось расчистить кабалитов. Чтобы встать и начать дефендить точку номер 2. Вот. Мы с оппонентом договорились, что точку 2 я все-таки задефендил. Потому что если бы дефенд был у него на его последний ход. Он бы его выполнил. Так почему же я не могу это выполнить? Расход последний. Я же второй ходил. В общем. Короче мы договорились. Ладно. И... Подсчет. Ну посчитались. У меня 14. Плюс 3 повторички. Это 17. У моего оппонента 15. Спасибо за игру. Было очень интересно. По итогам у нас получилось 17.15. Ну и плюс 99 очков. Имеется ввиду очков из ростера. У нас разница в наших настрелянных. То есть он мне настрелял 99 очков больше моделек, чем я ему. Это ему еще дало одно очко. То у нас 16.17 в мою пользу. Итого это... Ну это ничья. Считай 11.9. Для командного турнира это практически ничья. Поздравляю Михаила. Отлично. Отлично начал. К сожалению. Очень сильно сказалось то, что он подарил мне свой бомбардировщик. Но не смейте, уважаемые зрители, ругать его в комментариях. Потому что я садился в лужу куда более глубокую. Гораздо более позорно. Я один раз просрал сразу все три самолета. Простительная ошибка. Хотя стоила ему, наверное, партии. Плюс опять-таки были вопросы. Почему не Лайток? И зачем столько бластеров? Ну, оставим их на разбор моему оппоненту. Возможно, он какие-то уроки из этой партии вынес. Тем временем наша команда сыграла следующим образом. Сергей сумел неплохо победить других механиков вражеских. Он где-то 13 очков взял. Если не ошибаюсь. И Гриня отлично скушал Тау на 16 очков. Итого. Флоулис Виктори. Как говорится. И мы отправляемся во второй тур. Встретимся с вами через неделю. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok